Сезон ремонтных работ в разгаре, а специальная комиссия в регулярном порядке контролирует их ход. Работы ведутся сразу на нескольких участках Новоуральска. Одна из таких точек – проезд во дворе вдоль домов 23-29 по улице Фурманово и третьего дома по улице Спортивная. Территория попала в программу ремонт дворовых территорий. Здесь работниками ООО «Рукор» укладывается бортовой камень, обновляется асфальтовое покрытие в процессе ремонт колодцев. На территории их 13. К сожалению, иногда сами жители тормозят процесс работ. Некоторые жильцы не освобождают двор от автомобилей, что усложняет рабочим задачу. Срок сдачи объекта – 1 августа. Не только на улице Фурманово происходят изменения. Проезд между гимназией и 54-й школой также в скором времени будет радовать ровной дорогой. Приятным фактом служит и то, что подрядчикам будут выполнены карманы для увеличения парковочных мест. Подрядчик зашел сюда с работами еще в мае месяце, вырубил здесь кусты, получил у нас на то разрешение. Потом был вынужден приостановиться, потому что было принято решение о синхронизации работы, замене воды. То есть на сегодняшний день эти работы водоканалом закончены. После завершения работ водоканалом подрядчик вернулся на территорию. Работы планируется завершить 15 августа. Ведутся они согласно графику. На большинстве точек работы движутся в плановом порядке, а с некоторыми есть трудности. В центре внешкольной работы большой ремонт, который ведется в фойе первого и второго этажей, обновляется и зал. К слову, работы в актовом зале завершены. ООО АСП сдали объект согласно сроку. Чего не скажешь про фойе. Подрядчик из города Троицк, Челябинской области, ИП Федоров, выиграл аукцион на эти работы. 1 июня работники зашли на объект, выполнив демонтажные работы. После, по словам подрядчика, возникли организационные и финансовые трудности. На сегодняшний день здесь должно было быть полностью сделан каркас потолка и приступить к его чистовой отделке. И параллельно идет облицовка колонны. Месяц здесь не было никаких изменений. К счастью, субподрядчиком теперь выступает городская строительная организация. Поэтому работы в скором времени будут возобновлены. Раскопки на аллее труда начались еще когда лежал снег. Тогда трубы холодного. Водоснабжение ремонтировал водоканал. А сейчас же работы продолжает компания «Ростех». Она занялась капремонтом сетей горячего водоснабжения. Срок окончания работ по контракту приходится на 20-е числа августа. Но фактически ремонт может окончиться раньше, благодаря темпам, которыми идет подрядчик. Ремонт сетей – лишь начало изменений на аллее трудовой славы. А преображение этой территории стало возможно после голосования за объекты благоустройства, прошедшего в 2022 году в рамках программы КГС. Последней точкой объезда специальной комиссии стал центральный стадион. На стадионе ситуация такая, что мы повторно проходим все согласования, утверждения тех заданий на реконструкцию стадиона. Мы получаем положительные заключения экспертизы в Министерстве экономики Северной области. Сейчас все замечания понятны, устранены. Сейчас этап прохождения повторной экспертизы. Тем не менее, работы здесь поэтапно ведутся. На территории появилась волейбольная площадка. Новый асфальт, ограждение, свай для установки сетки. Остались мелочи. Доделать входную группу и объект готов. Объезды будут продолжаться, а ситуации будут контролироваться и в других точках города. Елена Мельникова, Данил Запивалов, Новоуральская вещательная компания.